привет дорогие друзья сегодня мы обсудим с вами опять же паразитарную теорию возникновения онкологических и различных заболеваний и вот что я вам скажу за последнее время многие люди пишут рассказывают и высказывают как бы с их ни стороны мне понятно какие-то определенные сомнения и сопереживания мне что так мало людей смотрят мои видео смотрите есть польза а есть выгода польза это то что я получил для себя а выгода на данный момент мне как бы и не нужна поэтому я делаю то дело которое считаю нужным и меня устраивает даже если ролик будет смотреть 100 человек 100 человек это много 100 человек это огромная 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 мощь поэтому даже если 23 человека поймет о чем я говорю и воплотит эти знания конкретную работу моя миссия мои желания будут выполнены поэтому не надо жалеть меня не надо думать что я такой вот просто-напросто бьющийся об стену головой человек доказывающий что-то я ничего не доказываю я после рассказывала чего я добился благодаря кому я добился ну и в том числе благодаря тем знанием до которые я получил от некоторых людей которые абсолютно также тяжело работали и наверное старались делать что-то потому что в жизни все слишком сложно и решать некоторые вещи вот одновекторно не получается как мы с вами знаем 130 лет тому назад или даже больше вот товар бурк обнаружил интересную штуку что если клетка человека получает меньше кислорода то есть возможность заболевания онкологии тогда он еще естественно не было электронных микроскопов и он не мог провести детальное исследование но вот илья ильич мечников наш чудесный украинский ученый уже начал обнаруживать что в тканях активно и в кровяном русле кстати тоже на заметку тем кто считает что кровь это стерильная субстанция ничего подобного это чушь стопроцентно и вот илья ильич обнаружил что до микроорганизмы внутриклеточные паразиты представьте себя в каком-то космическом корабле вот так же трехомонада и не одна находится в нашем организме внутри клетки кстати хочу вам сказать что микроорганизмы ведут активные войны между собой тиф чума холера не могут существовать одновременно почему потому что они между собой воюют конечно более того сама трехомонада по себе это она тоже больна она больна хламидиями ну и так далее и так далее то есть внутри человека мир просто мир просто может быть даже вселенная я не владею математическими раскладками поэтому не могу вам это продемонстрировать я не хочу собственно и вот уже в 60-е годы прошлого столетия известный ну как история горит он стал академиком михаил михайлович неведомский абсолютно точно ясно здраво умно развил паразитарную теорию которая собственно говоря как бы получила поддержку советского правительства но в какой-то момент что-то пошло не так я очень много искал в источниках говорят что его зверской избили и след его теряется ну и соответственно нельзя не упомянуть тамару якорь но свищеву которая это все разложила просто по полочкам и теория свищевой она отображена в интернете отлично я не собираюсь тратить ваше внимание на это и тамара якорь на свищева уже разложила все как по нотам она проводила опух эксперименты над опухолями она видела как из-за мебообразного состояния все становится на свои места появляются лапки появляется все и трихомонада во всей своей красе учитывая то что в человеке вообще 100 видов и более трихомонады учитывая то что вагинальная трихомонада она опасная но и трихомонада находящаяся в карманах зубов и так далее так далее она тоже опасно все это очень опасно все это живет в кровяном русле и в тканях отлично защищено и не надо считать что гомо сапиен стоит на вершине пищевой цепочки на вершине пищевой цепочки видимо все таки стоит трихомонада потому что она съела динозавров я думаю что она с успехом средстве все человечество ну да ладно следующий момент я не могу не упомянуть лебедева по книгам которого я учился и что значит учился я выживал по книгам лебедева начнем с этого я просто выживал и именно из высказывание лебедева я понял что никогда в жизни не буду лечить людей я не буду лечить людей я не буду вступать дискуссию я не буду вступать в споры потому что спор это отсутствие ясного видения понимаете да еще в притчах соломоновых было написано не отвечай глупому по глупости его дабы не уподобиться ему поэтому я просто веду свой блог настя мне помогает а я делаю свою работу и мне очень приятно то что я ее делаю вне зависимости от того насколько это приятно кому-то поэтому огромную помощь которую мне принес лебедев я должен отработать вот я ее собственно говоря и отработаю но учитывая тот факт что я прекрасно понимаю что лечь лечить людей это очень неправильно я занимаюсь только тем что я провожу занятия по своему опыту они как не лечу людей и многие которые начинают похамливать мне своих комментариях фейсбуке или вконтакте я хочу сказать вы можете делать все что угодно от моментов того что вы меня жалеете до моментов того что вы мне хамите но это никак не изменит мою деятельность вообще я дальше буду выпускать видео я дальше буду прославлять таких людей как мечников неведомская неведомская свищева лебедев куренков и буду двигать паразитарную теорию возникновения заболеваний невзирая ни на что благодарю вас что вы выслушали меня на сегодня все на сегодня все